Привет, это Лурферк и совершенно внезапно разработчик решил релизнуть новый апдейт на любимую многими Майндастри. Игра обновилась до версии 7.5, в которой нас ждет еще одна планета с абсолютно уникальным геймплеем. И я просто не мог пройти мимо такого события, потому представляю вам краткий обзор новой версии. Меню выбора карты изменили, теперь тут три планеты, уже привычная на Мерекир и Серпула, а также новая, Оверворлд. Запускаем ее и здесь же становятся заметны главные изменения игры. Во-первых, теперь она от первого лица. Во-вторых, разработчик отказался от идеи секторов, и теперь в нашем распоряжении сразу вся планета. А вот и наше ядро. Теперь многие операции с ресурсами проводятся внутри. Здесь полно разных новых машин, о которых я еще расскажу. В правом углу можно открыть инвентарь базы и меню создания предметов. Тут я уже построил совершенно новую переработку нефти. Теперь для работы паровых генераторов нужна нефть, которая перерабатывается в топливо, сжигается в котле, где вырабатывается пар для турбины. Солнечные панели тоже значительно изменили. Если раньше это был почти бесполезный источник энергии, то сейчас они составляют основу энергосистемы. Вода, к слову, теперь тоже подается в котел, а не в генератор. А вот и буры. Их тоже значительно изменили, а ресурсы теперь транспортируются по каналам, как на Эрикире. Помимо привычных свинца и меди, добавили железную и золотую руду. А еще алмазы, которые я предпочел добыть вручную. И да, теперь мы играем за человека, облаченного в специальный костюм, снабжающий энергией наши инструменты. Из этого вытекают новые интересные механики игры. А именно голод, готовка и необходимость регулярно заряжаться на базе. Вся добытая руда, как и раньше, попадает в инвентарь ядра. Откуда мы ее можем забрать и положить на переработку? О ней поговорим чуть позже. Сюда также перекочевала геотермальная энергия, которая была на серпула, но ее значительно переделали. Для работы генераторов теперь требуется лава, выкачиваемая насосами. То есть, как раньше, бесконечно получать такую энергию не выйдет. Раз, что разработчик продолжает балансировать игру. Провода теперь можно тянуть как над землей, так и под ней. Переход в 3D кардинально меняет возможности строительства базы. Еще пару слов о еде. Персонаж потребляет консервы, которые производятся в специальной машине. Мясо можно добыть из различной живности, бегающей повсюду. Мир теперь кажется намного более живым. После переработки руды в дробители, ее необходимо переплавить в слитки, как в факторио. А уже из них крафтятся новые предметы. Вот, например, из закаленного железа можно сделать машинный блок, из которого в дальнейшем создается большинство механизмов. А теперь о главном. Цель игры. И вот тут у новой планеты проблемы. Сколько бы я ни летал, так и не нашел ни одной вражеской базы. Однако ночью то и дело спавнятся монстры. Мехов тут как таковых нет. Даже ползун был переделан в какое-то существо. И от них нам, видимо, и предстоит регулярно защищаться. Хотя турели я также не нашел, что довольно странно. На этом пока что все нововведения игры заканчиваются. Разработчик явно продолжает экспериментировать со своим творением. И если на Эрикире Майндастри стала похожа на какую-нибудь РТС, то на Оверворлде фокус явно смещен в сторону песочницы. Без какой-то конкретной цели. Что дает игроку максимальную свободу действий. Так что апдейтом я остался доволен. И уверен, что разработчик окончательно допилит эту планету в следующей версии игры. Спасибо большое за просмотр. Это был Лурферк. И пока. С первым апреля. Субтитры сделал DimaTorzok